Итак, с сегодняшнего дня многие рижане, часть из них, получат письмо от Рига Сатекс. Что будет в этом конверте? Я хотел бы уточнить. Во-первых, прежде всего, получат пенсионеры. Их немало. Безусловно. И те люди, которые имеют льготы от Рижской думы. В этом письме будет анкета, в которой должны проверить эти люди, правильные ли данные в этой анкете. То есть она уже будет частично заполнена, да? То есть она будет практически вся заполнена, и если нужно будет что-то изменить или исправить, тогда люди изменяют или исправляют. Обязательно наклеивают фотографию 3х4 свежую на белом фоне. То есть фотография должна быть где-то полгода, в районе полугодовала сама фотография. И это слать нам. Те люди, которые уже не могут фотографироваться, те могут прийти к нам в 5 центров, которые будут обслуживать именно непосредственно эталон. Это будут такие очень симпатичные микроавтобусы, которые будут стоять поначалу у Альфы и у Долы. Также у Арига. И там на месте можно бесплатно сфотографироваться, заполнить эту анкету. Оставить ее там на месте можно будет в автобусе, да? И потом уже по почте пришлют непосредственно сам эталон уже людям. Не нужно волноваться. Мы очень вовремя все делаем. У нас еще 5 месяцев до введения электронного билета, только с 1 марта он будет. Вот самый дисциплинированный потребитель вашей услуги заполнит в сегодня же анкету, отправит ее. Кстати, отправка бесплатная или за счет? Безусловно. Или за счет? Нет. Абсолютно оплаченная. То есть там же с анкетой будет конверт, в котором нужно просто положить эту анкету и бросить в любой почтовый ящик. Анкета, я надеюсь, что придет в течение этой недели. В любом случае, до 12 октября не нужно звонить в Рига Сатексма и спрашивать, что же там, почему анкета. То есть сегодня начинается, но в течение полумесяца анкеты будут приходить. Безусловно. Те же, кто хочет, может быть, получить не пенсионеры, а те, кто просто наши клиенты хотят получить эталон. Вообще эталон – это именная карточка. Есть именные карточки, есть неименные карточки. То есть те люди, которые не хотят быть идентифицированы, они могут получить анонимную карточку. Это как дебетная карточка, которая позволяет, если она, естественно, именная, то ее можно заполнять через интернет. Ее можно также к своему банковскому конту взять в соедении с банковским контом. То есть а можно приобрести одну карту, заказать, вернее, такую карту на семью? Она неименная и пользоваться может любой членцами, да? Безусловно, да, но там есть некоторые нюансы, которые будут неудобны. То есть если именная карточка, тогда ты ее можешь, как и любую банковскую карточку, позвонить и аннулировать ее, если ты потерял. Также пополнять через интернет. Неименную ты не сможешь пополнять через интернет или привязать к своему банковскому конту. Но зато можно пользоваться этой карточкой в члены семьи. Будут три вида карточки как таковых. Это пластиковая карточка, как наши банковские карточки. Будет картонная карточка на 5, 10, 20 поездок. А может быть и в будущем продуктов будет гораздо больше, которые будут предлагаться на этих карточках. А также можно купить билет простой бумажный у шофера, как и сейчас это можно сделать. Просто за больше. Когда вы передели мой вопрос, с картами будет дешевле, чем покупать шофера? Безусловно, карточками будет дешевле, во-первых. Во-вторых, удобнее, потому что одну такую карточку ты... Нет, вы знаете, вот дешевле это более серьезный аргумент, мне кажется, для многих. Я согласен с этим. А насколько будет эта разница? Я захожу в троллейбус, чтобы купить билет у водителя, сколько он будет стоить. А если я пользуюсь карточкой, то в этом случае сколько он будет стоить. Дело в том, что цена не меняется. Как сейчас цена была, так и остается. Если вы покупаете у шофера, то это 50 сантимов. Если вы приобретаете на один или на несколько поездок, то это будет около 40 сантимов. Цена ни в коем случае не изменится при введении электронного билета. Давайте вернемся к моменту получения карты. Дисциплинированный пассажир заполнил анкету, отослал ее к вам. Когда он на руки получит свою заветную карту? Возможно, он захочет с ней встретить Новый год. У него будет такая возможность? Нет. Или это уже ближе к марту месяца? Ближе к марту месяца. 1 марта мы введем эту всю систему в Риге. И нужно отметить, что этот эталон, эта система, она задумана для именно рижан. Поэтому, скажем, люди из Кековой не смогут получить пока на данный момент эту карточку. В феврале месяце у нас будет тестироваться вся система, и в январе-феврале месяце все люди смогут получить эту карточку, именную карточку. Те, кто же не является льготниками на данный момент, льготники, это не только пенсионеры, это и чернобыльцы, это и многодетные семьи. Те, кто имеет льготы именно у данной Рижской думы, те, кто, те могут прийти и получить тоже персональный свой, именную карточку свою, но без льгот, потому что все равно эта карточка может использоваться, скажем, до 5 лет. И когда человек хочет, тогда он может купить какие-то контракты, которые он хочет, там, на месяц, на год или на несколько лет. И последний вопрос, еще одна такая существенная часть пассажиров Рига Сатексом, это школьники. А что с ними? Они могут получить, им нужно получать карточку? Пока школьникам не нужно волноваться, школьникам, так же, как они получали раньше, так они и будут сейчас получать это через свои школы, через школьные управы, через учебные заведения, с которыми мы сейчас ведем активные переговоры, для того, чтобы так же, как и раньше получали школьники, так же и получат свои именные билеты. Кстати, те, кто хочет, может быть, отдельно, те, может, безусловно, зайти на интернет-страницу Рига Сатексмы и распечатать эту анкету, прийти в наши вот эти персезонные центры, в автобусы, которые будут красиво обклеены именно электронными билетами. То есть они будут заметными, эти автобусы? Они будут обязательно заметными, их будет четыре, и прийти и получить эту именную свою карту. Спасибо. На этом пока все. Следующий выпуск новостей в 9 часов утра.